С 31 октября в ночь на 1 ноября, в Велесову ночь, что важно знать? Важно знать, что открываются двери Нави, двери в потусторонний мир. Это неплохо и нехорошо, просто нужно этот момент учитывать. И то, о чём будут ваши мысли, то вы привлечёте. Почему я не очень люблю Хэллоуин именно как переодевание в злых духов? Потому что, собственно, вы настраиваетесь на их волну. Но это кому что ближе, возможно, вам так интереснее. Что предлагаю я? Настроиться на свой родовой канал. Это очень важно. И не важно, знаете ли вы своих предков. Они в любом случае у вас были, раз вы и есть на этом свете. Давайте вместе попробуем такую практику. За правым плечом вы представляете папу, за ним бабушку с дедушкой. И даже если вы их не знаете, просто представьте. И туда дальше уходящее вглубь веков огромное количество ваших предков. Просто представьте. За левым плечом маму, за её спиной бабушку с дедушкой по её линии. И туда дальше, опять же, мамин род. Ощутите, вот просто ощутите в этой своей внутренней тишине и гармонии, ощутите эту силу, которую даёт ваш род. Представьте, сколько всего они знали, умели, чтобы ваш род дошёл до этих дней, чтобы вы родились, чтобы у вас получила жизнь. Они пережили войны, голод, лишение, очень много всего предательства, измены, большую любовь, большие деньги, малые деньги, всё, что угодно. И в эту вот ночь, когда приоткрываются эти двери, вы можете попросить у них, и нужно просить у них мудрости для себя. Потому что вы пиковая точка этого рода, вы последний на текущий момент. Даже если у вас есть детки, кто старше, для системы тот важнее. И вы очень важный элемент, то есть всё то, что они делали, заканчивается в вас. Попросите у них мудрости в разрешении тех вопросов, которые у вас есть. Попросите у них опоры для себя в жизни. Попросите совета. Если сделать это вечером, вот перед самым укладыванием ко сну, да, представьте всё это дело. Зажгите свечу. Если будет такая возможность, поставьте на подоконник какое-то угощение. Например, какие-то фруктики, сухофруктики, какую-то выпечку для них. Пригласите их в свой сон и попросите для себя и совета, и силы, и мудрости, и поддержки. Всё это они обязательно вам окажут, потому что это ваш род, ваша поддержка, ваша опора в этой жизни.